МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Мышиная лихорадка. Заработают ли в Саратове летние детские лагеря? Внимание! Опасность! Новый завод по переработке отходов в Горном. Первые подробности. Крылатые качели. Как устроен бизнес аттракционов в областном центре? На этой неделе на обсуждение общественности впервые вынесли проект создания завода по переработке отходов. Он появится на базе завода в Горном. Постановление о создании в России инфраструктуры по безопасному обращению с отходами 1-го и 2-го классов опасности было подписано еще в прошлом году. Полномочия возложили на госкорпорацию Росатом. 30 апреля стало известно, что на проект выделили федеральные деньги. Предполагается, что на перепрофилирование уже существующего в Горном предприятии потратят 5 миллиардов рублей. Все работы будут вестись в рамках федерального проекта «Экология». Вокруг еще не построенного завода пока больше слухов, чем конкретной информации. В интернете и на митингах собирают подписи против федеральной инициативы. Протестную повестку на фоне отсутствия внятных разъяснений оседлали коммунисты. Брежь в информационном вакууме пробила общественная палата. На заседание ее совета во вторник пригласили представителя Росрау. Это предприятие госкорпорации Росатом. В России было создано 7 заводов по уничтожению химического оружия. Их строили поблизости от мест хранения смертоносных веществ. Перевозить боевую отраву, которая копилась десятилетиями, было опасно. Завод в Горном – один из таких объектов. В ближайшие годы 4 предприятия попадут под программу перепрофилирования. Сегодня Горный – это, по сути дела, действующий объект по обезвреживанию отходов первого-второго класса опасности. Именно этим он и занимается последние несколько лет. Ежегодно на созданных и создающихся местностях перерабатываются продукты уничтожения химического оружия. Тот грунт, который был загрязнен при хранении химического оружия. За все время не зафиксировано ни одного превышения предельно допустимых концентраций. Инфраструктура объекта Горный полностью замкнутая, исключающая образование сточных вод. Все выбросы проходят многоуровневую очистку. Все отходы размещаются без веживания здесь же. Инфраструктура Горного будет наращиваться. Наращиваться с учетом тех отходов, которые имеются в Саратовской области, прежде всего, близлежащих регионов. За основу будут взяты наилучшие доступные технологии, уже реализованные. Прежде всего, это технологии, которые реализованы в Европе. Там такая система обращения с опасными отходами уже создана. Эти предприятия находятся в черте крупных городов, туда водят экскурсии детей, для того, чтобы все увидели, во-первых, что это, как с этим обращаться и насколько это безопасно. Заседание палаты показало, на сегодняшний день конкретики по заводу не слишком много. Над проектом еще предстоит большая работа. Вести ее обещают максимально открыто. Безопасность в приоритете. Оттого именно этой теме было посвящено большинство вопросов. Если у вас в практике, в каких-то регионах, под давлением экспертов, общественности, чтобы вы свои планы не реализовывали по строительству завода, это первый вопрос. А второй вопрос, есть ли у вас какая-то альтернатива для строительства завода в другой регион, если, к примеру, эксперты и общественность не поддержат вас? Вам есть где строить этот завод в другом регионе или нет таких вариантов? Перед нами поставлена задача построить Росатомом 7 заводов, 4 из них на базе бывших объектов уничтожения химического оружия. Как я уже сказал, если объект не будет соответствовать экологическим нормам, он не будет построен. Возможно ли переработка радиоактивных отходов на вашем предприятии? Попадание радиоактивных отходов на это предприятие исключено. Мы, как раз я говорил о том, что мы будем вводить дополнительный контроль для того, чтобы общественность с выводом в реальном режиме показателей этих датчиков, чтобы общественность была уверена в этом вопросе. И еще один вопрос. Как будут доставляться отходы с других территорий, кроме Саратовской области, на ваши предприятия? И какие это территории, и каким видом транспорта это будет доставляться? Насколько безопасна транспортировка этих отходов? Сегодня перевозка опасных грузов, в том числе и отходов, у нас регламентируется несколькими документами. Это прежде всего ДОПОК, это правило перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Это международные правила, которые устанавливают в зависимости от физико-химической природы веществ, ну, сляется оно жидкое или оно твердое, там, течет, взаимодействует ли с воздухом, требования к транспорту. Соответственно, транспорт, который перевозит опасные грузы, должен быть соответствующим образом оснащен, сертифицирован. Такие же подходы и к водителям, к персоналу, которые сопровождают груз. То есть они должны знать и уметь действовать в каких-то нештатных ситуациях. Данные процессы на территории Российской Федерации реализуются. То есть опасные грузы с Коши рядом перевозятся. Мы видим их вокруг, начиная от бензина, там, ГСМ, ЛВЖ, заканчивая жидким мемиаком, который в тысячи раз гораздо более опасный. Вы говорили, что все будет завозиться спецавтотранспортом, то есть автотранспортом. Мы посчитали, это 27 КАМАЗов в день. Это по КАМАЗу в час, если круглосуточное. Как вы их будете завозить, по какой дороге? В Горному ведет также ветка железнодорожного транспорта, которая также имеет, перевозка железнодорожного транспорта на опасных грузах, также имеет соответствующие регламентирующие документы и так далее. Мы в любом случае будем исходить из экономической целесообразности. Это гибкая система. В отличие от ТКО, которым так все любят сравнивать, отходы первого-второго класса опасности образуются несистемно. Сегодня у предприятия вышли из эксплуатации трансформатора, оно их как отход сдало. Ближайшие три года вопроса не возникнет и так далее. Скажите, пожалуйста, до сегодняшнего дня из вашего выступления мы поняли, что проект окончательный еще у вас не готов. Привязка проекта тем более. И скажите, пожалуйста, какие конкретно отходы планируется перерабатывать на будущем предприятии, которые вы собираетесь строить? Какие непосредственно отходы? И если это отходы атомной энергетики, токсичные отходы, насколько химически перерабатываются они, что они не будут токсичны потом при захоронении? Давайте, как раз и навсегда, определимся. Радиоактивных отходов в горной никто не повезет. Значит, по перечню отходов, которые мы видим, мы их условно загруппировали на шесть групп. Это было в моем докладе. Это разные отходы, начиная от отходов машиностроительного комплекса. Это электротехническое оборудование, это гальваника, отработанные масла. Это у нас продукция химического комплекса, потерявшая свои потребительские свойства, пистиды, ядохимикаты, промыленные растворы, щелочи, кислоты и так далее. Это у нас ртуцидержащие отходы, но чаще всего они бытового назначения, которые образуются. Соответственно, технологии, которые мы рассматриваем, подразумевают либо возврат ценных компонентов в хозяйственный оборот, значит, либо получение солей четвертого класса опасности, которые в Европе, например, используются как укрупного материала, это кальциевые соли, они прекрасно связываются, в том числе и для рекультивации каких-то объектов. Либо это, как ртуть, например, это продукция, которая переходит на специализированные предприятия, и там уже обращаются. Скажите, пожалуйста, у вас работало предприятие по переработке элементов химического оружия. Я думаю, что это, как вы считаете, это более опасное? В тысячу раз. Объекты являются лишь небольшой частью системы. Вы поймите, задача предотвратить попадание опасных отходов в окружающую среду. Вы вокруг горного все, вот, свое сфокусирование мнения, задача другая. Вас эти отходы окружают сегодня вокруг. У вас на территории города Саратова десятки официально зарегистрированных объектов размещения отходов первого-второго класса опасности. Все это гниет и выливается. Да, заводят уголовные дела, административные штрафы. Вам что, от этого легче? Задачи не накапливайте. Задача безопасно обезвредить и вернуть. Не должны мы накапливать отходы подобные. Встреча с общественниками только первый шаг к большой разъяснительной работе, которую предстоит вести власти. На мероприятии были представители завода в Горном, глава Краснопартизанского района, ну и рабочие завода. На новое, пусть и опасное производство они смотрят с надеждой. Это гарантированные рабочие места, да и зарплата, даже по меркам Саратова, обещана неплохая. В среднем 50 тысяч рублей. В любом случае, нам остается ждать и наблюдать. Как пообещал представитель Росрау, какая-то конкретика по проекту появится ближе к осени. По последним данным, уже более 500 саратовцев с начала мая заразились мышиной лихорадкой. Более 200 заболевших на этой неделе все еще продолжают оставаться на лечении в клиниках. В Саратове и Татищевском районах все еще закрыты детские летние лагеря. Первую смену в них отменили в ряде учреждений. На этой неделе должна была начаться вторая, но заезд детей снова отложен. Эксперты нынешнюю ситуацию с ГЛПС сравнивают с той, которая была в 1986 году. Тогда в общей сложности лихорадкой заразилось порядка 2,5 тысяч человек. До этих цифр пока далеко, но положение тревожное. Какие шаги предпринимают власти, чтобы переломить ситуацию? Очень важно населению знать меры профилактики, как обезопасить себя. И мы говорили об этом, начинали с первого дня, о том, что сейчас в связи с ситуацией с численностью грузунов в этом году, все-таки ограничить посещение лесных массивов. Надо любить себя, надо любить здоровье себя и своих детей. Не ходите, дети, в Африку, а точнее на Кумыску гулять. Специальные щиты напоминают об опасности. А она, по словам главного санитарного врача региона Ольги Кожановой, пока никуда не делась. По нашему предписанию правительством Саратовской области выделены деньги на проведение дополнительных герцогов власти. В первую очередь, саним кумысное гуляние. Не заслуждаю, потому что профилактики геморрадической области. Самое главное в этой ситуации уменьшить численность грузунов, которые инфицированы в герцоге. Саним кумыска. Кумыска – не только главный очаг инфекции в Саратове, но и средоточие детских лагерей. Они все еще закрыты, рассказали нам в городском комитете по образованию. Вчера прошло совещание в администрации города Саратова с участием и директоров лагерей, с представителями Роспотребнадзора, института Микроб. И на сегодняшний день мы получили рекомендации обработать еще раз 500-метровую зону, прилегающую к лагерю, новым составом, который будет предоставлен. Территорию лагерей обрабатывать больше не нужно, потому что мы ее обработали где-то 4, где-то 5 раз. И по результатам контрольных замеров, то есть там на территории самого лагеря ситуация была нормальная, хорошая. На кумысной поляне расположены не только муниципальные лагеря. Знаменитая березка сегодня на вольных хлебах. В начале лета получила запрет на открытие. Мыши на лихорадке, статус лагеря без разницы. Я очень надеюсь, что 30 июня все-таки мы сможем принять детей. Вопрос был в том, что в этом году обработку территории самой внутри лагерей, обработку 500-метровой зоны, то есть вокруг лагерей, 50-метровой зоны вокруг лагерей, все возложили на лагеря. То есть если у меня, например, был заключен договор с компанией на все лето, и на все про все у меня был утвержден бюджет 71 тысяч рублей, то вот за это время, когда нам пришло последнее предписание от Роспотребнадзора, что мы должны еще 500-метровую зону тоже сделать за свой счет, ну тут мы уже просто взвыли. Потому что компании, которые обрабатывают таким вот образом территории, их в Саратове, ну, например, три. Вот две я знаю точно, и вроде бы есть еще одна. И они стали нам цены выставлять от полумиллиона до полутора миллионов рублей для обработки. Вот так вот, если по-честному все обрабатывать, это где-то там от 80 и дальше гектаров земли. Поэтому, я не знаю, кто там достучался или нет, может где-то наверху поняли, что мы даже если сейчас по полутора миллиона вывалим, которых у нас нет, или пообещаем, мы все равно не сможем своими силами объять необъятное. Деньги на обработку власти все же нашли. Оптимизм внушает и то, что, по словам Елены Соколенко, новую отраву уже испробовали в районах. В Татищевском есть три лагеря. Один муниципальный и два ведомственных. Наш лагерь к приему детей в первую смену полностью был готов. Но в связи с тем, что была объявлена эпидемия на уровне региональном, были проведены еще раз дополнительные проверочные мероприятия. Нами была проведена еще дополнительная дезинфекция территории. Сейчас разрешение Роспотребнадзора получено на проведение второй-третьей смены. Какого-то массового заболевания и заболеваемости геморрагической лихорадкой на территории района нет. Обращений много с подозрением. Но люди имеют определенную информацию о том, что вот эти спички в области есть. И они уже более стали к своему здоровью относиться. И обращаются, из 100 обращающихся подтверждение единицы находятся. Помощь саратовцам оказывают москвичи. Сергей Рябов, зав. лаборатории НИИ дезинфектологии, считается одним из лучших специалистов в стране. Он реально лазит под каждый кустик. Я это видела сама своими глазами. Он же у нас на территории лагеря тоже такие работы и за территорией проводил. Он сам лазит под каждый кустик. Он говорит, что как такие площадки делать, как эту отраву раскладывать. Чуть ли не какую морковку вешать, чтобы они все прибежали. То есть он к этому подходит очень ответственно. Правда. Вот прям вот он, вот как вот такой, в хорошем смысле слова, ученый человек. Ну а пока взрослые борются с мышами на кумыске, что же делать детям? Власти обещают, ситуация в Саратове прояснится в ближайшие дни. Все понимают, что дети должны отдохнуть, что дети должны оздоровиться. Но здесь, с другой стороны, мы должны обеспечить максимально, и это тоже, в общем-то, здесь мы находим взаимопонимание, как у баланса держателей лагерей, да, как и у органов исполнительности, что этот отдых в первую очередь, он должен быть безопасен, конечно. То есть, чтобы оздоровление у нас не превратилось ни в коем случае в заражение. Именно поэтому здесь принимаются, в общем-то, ну, на сегодняшний момент все беспрецедентные меры для того, чтобы создать именно безопасные условия отдыха. Информация будет в очень короткие сроки размещена и на сайте комитета по образованию в первую очередь, и на сайте администрации, на сайтах лагерей. И если произойдет сдвиг, то это буквально на очень, вот буквально 4-5 дней. Мы проведем все необходимые мероприятия для приема детей в самые-самые короткие сроки. По большому счету в лагерях у нас все готово. Инцидент в Бурятии с улетевшим батутом заставил по-новому взглянуть на проблему уличных аттракционов. Развлечения на любой цвет, вкус давно стали привычной частью городского ландшафта. И мало кто задумывается над тем, что правила и нормативы существуют даже для элементарных качелей, горок или каруселей. Но бизнес идет, и, судя по всему, неплохо. Кто следит за тем, чтобы он был безопасен для потребителей и окружающих? Какие выгоды от уличных аттракционов получает город? И все ли уличные аттракционы законны? В этом разбиралась наша съемочная группа. Лексусы, БМВ, Мерседесы. Автомобили класса люкс. 100 рублей за 5 минут поездки. Развлечение доступно в основном детям. Обычно такой пульт управления электромобилем в руках у родителей. В салоне мини-авто – ребенок. Вместе можно отработать и будущие навыки парковки. Такие аттракционы сейчас есть в любом сквере города и на свободном пятачке муниципальной земли. Рядом батуты всех видов и размеров. А есть и совсем напоминающие орудия для пыток развлечения. Видимо, не особо популярно, раз пустует. Но многие обращают теперь внимание на крепеж надувных аттракционов. Ведь полет батута в Бурятии дошел до федеральной прессы. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения. Надувной аттракцион порывом ветра отрывает от земли и уносит на десятки метров. Там серьезно пострадали дети физически и родители морально. Саратовские и городские депутаты поднимают вопрос о бесконтрольности за этим сектором бизнеса. По словам Евгения Чернова, он фактически скрыт в тени. Неизвестно, кто дает разрешение там работать и кто проверяет безопасность оказания развлекательных услуг. Как выясняется, что все, официально выясняется, что все те, кто на сегодняшний момент у нас стоит на муниципальной земле, начиная с батуты, какие-то карусельки небольшие, лошадки, машинки, паровозики и многие другие, на сегодняшний момент, подчеркну, они официально у нас никому не платят. Вдумайтесь, официально никому не платят. На самом деле, люди, связанные с предпринимательством, с бизнесом, мы должны понимать, что такого не может быть. То есть, скорее всего, это происходит, что тот или иной предприниматель, который поближе к администрации, к какому-то учреждению, носит, скорее всего, мы предполагаем, черный нал. И за данную оплату ежемесячную, скорее всего, он там, соответственно, стоит, стоит на муниципальной земле. А. Здесь получается непрозрачность для других предпринимателей, которые хотели бы в этом принимать участие. Б. Официально муниципалитет, у которого денежных средств не хватает ежегодно, на то же развитие тех же развлечений для детей, не получает ни копейки. Площадь у цирка. Здесь весь депутатский список. Электромобили, утомленная солнцем тройка лошадей и паровозик в пятнистом цилиндре. Место очень проходимое. Отсюда и выгодное. От клиентов нет отбоя. Поэтому даже поговорить с операторами электротранспортного цеха удается не сразу. Проверка, кто-то куда-то приходит, что-то спрашивает. Нормально не так на работе. Не знаю. Пока нет. Ну, а в принципе, может быть, предупреждает ваш, на кого вы работаете, что там, не знаю, с какого-то надзора придут. В общем, кто-то контролирует вот подобные аттракционы, нет? Не знаю. Да, наверное. Неподалеку в сквере «Оазис» из надувных батутов, лабиринтов и рыбалка на удочку с магнитом. Администратор объясняет ситуацию при попытке к бегству. А, ну приходят, интересно. А кто откуда с администрации? Отсюда я знаю. Приходят, смотрят там и все. С администрации? Непонятнее. Не представляются? Не представляются. Не представляются? Надувные батуты можно найти в интернете за цену от 25 тысяч. Электромобили, схожие с моделями мировых автоконцернов, идут от 9 тысяч рублей. Весь этот инвентарь периодически обновляется. Значит, позволяет доход. Даже не специалисту понятно, что это своего рода техническое средство. Первый в списке возможных проверяющих – Ростехнадзор. Здесь и есть представительство, а руководство – в Самаре. Вы не по адресу обратились? Не по адресу? Конечно. Причем тут Ростехнадзор? А это не является сразу техническим средством? Ну, если вы прочтете внимательно название нашего ведомства, то поймете, что технические средства техническим средством рознь. У нас речь идет о промышленном надзоре в первую очередь. Это не те технические средства. То, что вы перечисляете, это, скорее всего, Роспотребнадзор, наверное. Но и Роспотребнадзор уполномочен заявить – это тоже не их сектор. Хотя за год у них уже есть пять обращений на владельцев аттракционов. Резонансный случай. В одном из торговых центров ребенок спрыгнул в бассейн с шариками и получил травму ноги. Роспотребнадзор проверяет лишь качество оказания услуги с точки зрения наличия информации для потребителя, указаний цены развлечения и данные на предпринимателя. Если этого нет, то нет и проверок. Мы не можем принять никаких мер, поскольку недостаточной информации, которая требует на законодательство, чтобы эти основания были у нас для основания для внеплановой проверки. Потому что нет адреса и... Нет адреса, да. И именно наименование хозяйствующего сублекта. ИП, например, Иванов или кто-то там. То есть это самое главное. Где и что. Потому что официально... Потому что многие, может быть, ну это уже дело тогда полиция, если они неофициально работают и оказывают эти услуги. Так кто же тогда те неизвестные, что приходят к администратору в скверу цирка? Как ни странно, но оказывается, аттракционы в России – это юрисдикция Минсельхоза, который с недавнего времени в целях эффективности контроля поручил проверку необходимой документации на аттракционы Гостехнадзору. Минсельхозам утвержден большой план график подготовки этих всех проектов. Такой, как проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении требований к техническому состоянию эксплуатации аттракционов. Вот срок стоял на ноябрь 2018 года. Но последний раз, когда я заходила на сайт правительства, РФ посмотрела, там Минэкономразвитие дало отрицательное заключение на этот проект, поэтому они опять находятся на согласовании и на доработке, потому что там были нарушены права индивидуальных предпринимателей. На законодательном уровне нам полномочия дали, а отдельно постановления и какие-то законодательные акты не приняты. То есть, что именно мы будем смотреть? Возможно, роль здесь сыграло письмо в адрес Дмитрия Медведева от президента Российской Ассоциации парков, в котором авторы текста возмущены непрофильным интересом Минсельхоза к аттракционам. В любом случае нет регламента, нет и проверок. Саратовский бизнес-омбудсмен Михаил Петриченко согласен с тем, что в этой сфере необходимо навести порядок, но без перегибов. И приводит пример, когда конфликт владельца паровозика для детей с другим бизнесменом дошел до проверок со стороны ГИБДД как транспортного средства, то есть должен быть компромисс между властью и бизнесом. Люди непростые должны идти в этот бизнес и заниматься этим, потому что все равно необходимое образование определенное, педагогическое, как минимум, необходимое еще знание психологии детской, необходимо еще знать, если это технические средства, которыми пользуются предприниматели, то необходимо знать еще и технические данные тех параметров, которые есть. Как говорит депутат Чернов, в свое время такая же неразбериха была с квасом и мороженым. Навели порядок, бизнесменов меньше не стало. Город Саратов в прошлом году получил 10 миллионов рублей дополнительно, только вот за кратковременную аренду, там порядка 5-6 месяцев, начиная с мая, заканчивая сентябрем, квас-мороженое. Мэрия же фактически самоустранилась от комментариев на тему, кто и на каком основании выдает разрешение работать этим предпринимателям на участках муниципальной земли. В процессе подготовки материала без особых проверок со стороны Гостехнадзора выяснилось, что, к примеру, эти электромобили по факту являются игрушкой и не могут быть использованы для получения прибыли. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова